Соединились. Вот так, дорогие друзья, после небольшого перерыва, я тоже человек оказалась, впервые за три года какую-то подхватила не то вирус, не то что, но быстренько справилась. Ну, дала себе время отдохнуть, поэтому прямого эфира не было в прошлый раз. А сейчас у нас все окей. Все окей, видно, слышно, что-то мне не пишут. Доброе утро. Обычно вы начинаете писать доброе утро. О, пишут. Диордеевы, отлично. Людмила Мазуренко, Киселева, Ирина, Наталья Зотова. Привет, привет всем. Девчонки, как я рада, что вы все-таки выбрали время, чтобы посмотреть прямой эфир в прямом эфире. Рассказываю. Я подхватила от Людмилы, от Марины Целуйко патент каждый день наносить грязевую маску. Пошла вчера стричься, ну, приводить себя перед прямым эфиром в порядок. Мне говорят, вы так помолодели, доктор Нона. Какие процедуры вы уже, косметолога были, наверное, подкололись, накололись. Я наношу, под низ ничего не накладываю, наношу на лицо и вот высохла грязь, я ее сразу смываю и наношу соляризные лица. Я сама вижу, как кожа молодеет. Друзья мои, этот патент возьмите, вот сделайте, я не знаю, как 60 дней масла, каждый день грязевую маску. Но я бы дней 10 вот такой курс прошла, порекомендовала, просто работает. Все будут говорить, друзья мои, вы помолодели. Ну, переходим к нашей теме, потому что я, как всегда, думала, будет все быстренько, легко. Начала готовиться и не так все легко и просто. Почему нужны БАДы? Я вам зачитаю отрывок из книги Марка Хаймана. Он написал следующее. Если бы мы все ели свежую, органическую, выросшую в данной местности, то есть непривозную, генетически неизмененную пищу, выращенную на детственных почвах, пищу, которую не везли много месяцев на большие расстояния, прежде чем съесть. Если бы мы работали на свежем, чистом воздухе, пили кристально чистую воду, спали бы по 9 часов за ночь, много двигались днем, нам действительно не нужны были, у нас не было бы хронических стрессоров и экологических токсинов, тогда, возможно, нам не потребовались бы БАДы. Это просто гениально. Мне всегда Шнеерсон помогает, готовится вот такая книга «Измени свой мозг, изменится твое тело». И действительно, друзья мои, бесспорно БАДы нам с вами нужны. Ну, начнем с того, что во всю продукцию и во все БАДы входит галокомплекс. Написано галокомплекс. Меня Ирина Барсова попросила, объясните, потому что все знают, что такое биорганоминеральный комплекс, и вдруг этот галокомплекс, он никак не приживется. Я, конечно, удивлена, но повторение мать учения, поэтому мы повторим, почему галокомплекс знак равно биорганоминеральному комплексу. Галокомплекс получил название от того, что архибактерии относятся к классу галобактерии. Отсюда пошло галокомплекс. В галокомплекс входит уже не только архибактерия, но и синергия архибактерии и дуналиеллы, потому что дуналиелла также произрастает в Мертвом море и тоже в очень ограниченных количествах. Поэтому сегодня это получило название галокомплекс, туда входит архибактерия, дуналиелла и некоторые виды грибов, которые произрастают в Мертвом море. Это следующее, ну, я надеюсь, у меня сил хватит, научная работа, потому что они нам тоже нужны как питательные вещества для наших клеточек и нашего организма. И вот галобактерии, архибактерии, они растут в галокомплексных экстремальных условиях. То есть высочайшей солености воды, 32-33%, и практически, ну, назвали Мертвое море, потому что не думали, что там есть жизнь. И то, что мы обогащаем нашу продукцию галокомплексом, который входит, и архибактерия, специально обработанная. Это уже пептиды в усваиваемой форме, которые нужны для омоложения наших клеточек. Туда входят каротиноиды из дуналиеллы. Это водоросль дает красную окраску вместе с архибактерией. И понимаете, когда эти частицы попадают в кровеносное русло, а кровь такая же у нас соленая, и это естественная среда для того, чтобы эти белки усваивались клетками, понимаете. Это вообще уникально то, что мы создали, я благодарю Господа еще раз, и это дает возможность действительно и омоложения на клеточном уровне, и питания клеток, и минералы входят в галокомплекс, железо, магний, купрум, кальций, цинк, и самое главное бром, мы не такие сумасшедшие, как все вокруг нас. Те, кто пользуются препаратами доктор Нона, они более спокойны. Микроэлементы, которые жизненно необходимы. Поэтому вот в основе БАДов и вообще продукции доктор Нона лежит галокомплекс, который содержит галофильные бактерии, отсюда и название гала, галобактерии, и минералы, и так далее. Все, уяснили, поехали дальше. Так для чего нам нужны БАДы? Тут я зачитала, потому что мы живем в не очень сегодня дружественном для нас мире. Не только по продуктам питания. Вот вы сейчас простояли лето буквой Г, выращивали в своих огородах. Ну, некоторые могли, а некоторые не могли в этом году ничего выращивать. К сожалению, не знаю, когда этот ужас уже закончится. Но это тоже не решает, потому что есть миграция. Вот, например, в Японии сейчас начали выкидывать от атомных электростанций, сбрасывают в океан. Говорят, что это отработано, и можно есть рыбу после этого. И президент даже попробовал на камерах, съел морепродукты. Японцы едят сырые все морепродукты. Все равно, конечно, хочется в это все верить, но я думаю, что и радиоактивные остатки, и миграция дождевая, и вот это вот все, что мы получаем сегодня, даже в Израиль, я в таком шоке, будут завозить помидоры, нам не хватает помидоров своих, и молоко. То есть, чтобы продукт пришел туда, добавляют столько консервантов. Я иногда покупаю молочку литовскую, я очень люблю литовскую, рижскую. Срок годности 2-3 месяца. Ну, что это за молочка? Что это за творог, который мы едим, друзья мои? Ну, поэтому для коррекции нашего питания БАДы просто необходимы, потому что нужные микронутриенты, все равно они уходят, они исчезают. Для уменьшения количества потребляемой еды. Я люблю фразу Тутеляна, академика. Он всегда говорил, с одной стороны, для того, чтобы получать нужное количество микроэлементов, микроэлементов, макроэлементов, мы должны есть больше. Но если мы будем есть больше, то куда уже? У нас и так у многих избыток веса. Для повышения сопротивляемости нашего организма различным бактериям и различным вирусам, регуляция функций в организме, например, фаза 9 мы для чопим, для регуляции функций щитовидной железы. Мы уже знаем, что цинк в доступной форме, наши препараты все биосовместимы. Вот сейчас еще одну секунду останавливаюсь. Биосовместимы, имеют в основном микроэлементы и то, что добавлено туда, природного происхождения с высокой степенью очистки. У нас нет токсических веществ, мы проходим все анализы на токсикологию. И самое главное, берете баночки, баночку найдите значок GMP. То, что производитель не имеет права вносить ингредиенты на фабрику запрещенной. Вот у меня был вопрос, а в нашем шампуне есть сульфаты, нет сульфатов? Даже если есть, когда завод имеет GMP, они в том количестве, которое позволяют Минздрав Израиле и Всемирной Организации Здравоохранения. позволяет, поэтому GMP очень-очень важный значок. Я вообще рекомендую, если вы где-то, мы же все ищем, где дешевле, и думаем, что это тоже качество. Нет значка GMP, я вам не рекомендую покупать этот продукт. Дальше. Регуляция функций нашего организма для замедления старения. Вы знаете, я на днях стояла в магазине, очередь около кассы маленькая была, мы с Михаилом стоим. Миша вообще имеет карточку, что он может проходить уже без очереди после 80 лет. Но он никогда ей не пользуется, он гордо стоит, тем более, он говорит, перед нами женщина, пожилая. И что-то такое, она завозюкалась на кассе, и она говорит, я уже старая, мне 68 лет. Мы так переглянулись. Я говорю, а я себя старой вообще не считаю. Понимаете, для замедления старения, те, кто пользуются нашей продукцией, у нас жизненный уровень энергии высокий, у нас глаза блестят, мы жить хотим их, у нас есть желания, у нас есть мечты, а люди уже на себе крест поставили и двигаются в ту сторону. Конечно, помощь для вывода токсических веществ из организма, и, ну, вроде все осветили. Для чего нужны БАДы? Итак, БАДы, биологически активные добавки для восстановления дефицита веществ, количество которых не соответствует норме при обычном рационе. Но дело в том, вот прямо у нас в начале написано, перед вебинаром мы написали. Дело в том, что с возрастом количество веществ, которые необходимы в организме, плохо усваиваются, и, конечно, они занижены наши... Если вы сдадите кровь, например, на ПАИ-12, даже если вы едите мясо, он у вас будет снижен после 60 лет. У нас, например, в поликлинике рекомендует дополнительно брать БАД-12 после 60 лет, даже без анализа. И, конечно, сегодня все говорят, берите витамин Д, и мне пишут вопросы. Есть специфические вещества, которые нужно добавлять, несмотря на то, что вы принимаете БАДы. Так, пошли дальше. Что нужно нашему мозгу? Мы будем так идти по... Для того, чтобы работал мозг, и для того, чтобы была энергия, и для того, чтобы жизненно... Сохранить жизненную активность, я считаю, что вот это главный компьютер в нашем организме. Расскажу одну историю. Ну, когда Фиона болела, ну, естественно, я как мама получила очень сильный стресс, хотя сказали, что у нее рак груди был не генетический, спонтанный, никто не может объяснить, откуда он, потому что у меня был рак другого вида, и поэтому это в наследство не передается. У нас в семье ни у кого не было рака груди. Получив этот стресс, мне это сильно ударило по памяти. В один день пришла Руф Михайловна и говорит, мама, пойдем с тобой к неврологу, проверимся. Я не сопротивлялась. Для меня работа мозга это основная работа, которая, я считаю, поддерживает и связь с людьми, и позитив, и настроение. Это мозг, это все мозг, эмоции, это все мозг. Мы пошли к врачу, мне назначили МРТ, чтобы исключить Альцгаймера и Деменцию, и Паркинсон, и все у меня оказалось в норме. И тогда мне нейролог сказал, у вас просто сильный стресс. Я говорю, да, у меня очень сильный стресс, и, естественно, это отражается на памяти. Я сразу, начинаем с первого продукта, который я увеличила, это был РАФСИН. Как только, ну, я всегда брала две капсулы РАФСИНа, как только я начала брать три-четыре капсулы каждое утро, все, мозг восстановился. Память у меня, тьфу-тьфу-тьфу, как в прежние времена. И это очень важно, помогать работе мозга. Тем более, мы сейчас все находимся в стрессе. Каждый в своем. Каждый в своем. Даже если в стране нет военных действий, люди все равно находятся в стрессе. Нет уверенности в завтрашнем дне, что будет с работой, что будет с достатком, что будет у клиентов с деньгами. Мы же все время думаем, ну, к сожалению, позитивные мысли, это десятая часть, 10% из 100, которые нас посещают. А остальное все негативно. Его надо отрабатывать резиночку. Помните, я вам говорила, одеть, который пачку денег скрепляет. И вот так оттягивает, как плохая мысль пришла, в голову сразу все обидит. Итак, РАФСИН снижает уменьшение когнитивных способностей, увеличивает восстановление нейронных связей, восстанавливает мембраны в нейронах, регулирует связь между клетками, нейронами, и уменьшает вот эти возрастные изменения, сохраняет хорошую память, работоспособность и сохраняет, самое главное, интерес к жизни. Тут еще одна история. Моя сестра прошла операцию, у нее была доброкачественная опухоль в головном мозге, гемангиома разрослась, друг, тоже на стрессе, и ей удалили, и после удаления, и для разжижения крови, это мы позже будем говорить, и для восстановления нейронных связей, она принимала РАФСИН, она восстановилась полностью, она сегодня работает, она сегодня сияет, понимаете? Какая разница? Я вот знаю, кто принимает наш РАФСИН, или кто принимает аптечную ОМЕГУ? Мы отличаемся, потому что что? У нас есть ГОЛОКОМПЛЕКС. ГОЛОКОМПЛЕКС работает, друзья мои, он доносит каждую клеточку, именно то, что ей не хватает. Плюс питание, белковое, которое не хватает сегодня всем, это есть в архибактерии, самой древней материнской клетке, которая нас любит, и заботится о нас. Второй препарат для мозга, я не буду все сразу называть, это, конечно, ГАЛСИН, ЗОЛОТОЙ СИН. Здесь уже и подобраны все минералы, антиоксиданты, которые нужны нам с возрастом. Сохраняет мозговую функцию, КОНЗИМ-КОНЗИМ-КОНЗИМ. Очень интересные данные есть, что помогают в случае мигрений и частых головных болей. Вот после COVID-19 у многих частые головные боли, возьмите по одной капсуле ГАЛСИНа, и вы справитесь с этим. Очень важно добавлять ГАЛСИН людям, которые принимают статины, препараты для снижения холестерина. Это сегодня модно, назначают его сразу. Те, кто принимает статины, у них в крови снижен Q10. С возрастом мы его производим сами, но с возрастом мы его производим гораздо меньше, чем потребность организма. Поэтому добавлять ежедневно наш ГАЛСИН рекомендую просто всем. Хотя он был создан для золотого возраста, но я думаю, что 40-летним сегодня, при сегодняшнем стрессе, тоже нужен ГАЛСИН. Когда надо добавлять ГАЛСИН? При стрессе, при хронических заболеваниях. Например, сахарный диабет, онкология, хроническая сердечная недостаточность. У нас даже была замечательная работа в израильской больнице, в Телешамер мы делали с ГАЛСИНом. Мы привозили партию, и ее давали больным, и у них улучшилось общее состояние после даже операции на сердце и так далее. При приеме статинов, это уже я сказала, и, конечно, при старении организма. Смотрите, нет, конечно, того, что мы можем остановить старость. Ну, мы все равно постареем. Но можно помогать, я считаю, нужно помогать, чтобы жить качественно. Качество жизни. Итак, основные БАДы, это два БАДа, которых я назвала. Также снимаем стресс. Ньюсин, шлемник сибирских, наш галлокомплекс. Это обязательно надо давать нашему мозгу. И сегодня я рекомендую по три чашечки в день нашего ГАЛЛОСИН КОФЕ МИКСА. Замечательно работает на мозги, на настроение. Я всегда говорю здесь так, подобранные ингредиенты и одуванчик, и люцерна, и зеленый кофе, зеленый чай, и орехколы. Друзья мои, эти ингредиенты вместе гудят мозг. Понимаете? У нас, когда большое количество стресса, он переходит в дистресс, и мы к такому становимся в безразличном, немножко защитном состоянии. Но это опасное состояние, если оно затягивается, оно потом переходит в депрессию. Помогайте своему мозгу просыпаться утром. Обязательно. Я говорю, если вы очень любите кофе, можно выпить кофе, а потом еще чашечку отполировать кофемиксом. Вот это препараты для мозга. Теперь пойдем для нашего моторчика, который должен работать постоянно. Когда и кому нужно принимать БАДы для сердца. Это наследственность. Вот у меня папа умер от инфаркта 54 года. Я знаю, что у меня есть склонность генетическая, я прохожу все проверки, но благодаря нашей продукции, вот у меня все в норме. Обязательно делайте проверки своей сосудистой сердечной системы. Да, сегодня делают аортокоронарное шунтирование сплошь и рядом, как аппендицит, просто даже не относятся к этой операции. Ау! Делают даже пересадку сердца, но помощь сердцу нужна ежедневно. Это наследственность, это возраст старше 50 лет, это климакс. Смотрите, до климакса наше сердце защищало эстроген от инфарктов. Он кровь разжижал и настроение улучшал. После этого мы увядаем в это время. И очень часто именно в климактерическом периоде проявляется у нас тахикардия. Курение. Смотрите, я не смогла настоящее, чтобы Фиона бросила курить. Я жду. Она к этому решению должна прийти сама. Но хотя бы контролируйте. Уменьшайте количество курения. Если вы курите, курите только для удовольствия. Не когда вы нервничаете или скучно вашему рту и надо занять все место соски. А именно для удовольствия. Паузу, сел, спокойненько, максимум 4 сигареты в день. Мы с ней уже дошли до 5 сигарет в день. Ну, постепенно и уйдем от этого. Конечно, когда гиподинамия и стресс. Какие БАДы, кроме РАФСИНА и ГОЛСИНА, нужны нашему сердцу? Вы хором все знаете. Наш любимый АКСИН. Не захватила его потом. АКСИН нужен, я считаю, сегодня всем. Потому что, сделали исследование, селена не хватает почвы практически по всему земному шару. Нет таких территорий, где достаточно селена мы получаем с пищей. А должны, конечно, его получать. Я считаю, из искусственного селена, конечно, может, это субъективное мое мнение, лучше нашего АКСИНа ничего нет. Вот я когда приболела, у меня было 38,7, я сразу АКСИН, ГАНСИН, ДНД, у меня взяло 2 дня именно вот на такой период. Все, через 2 дня я уже поднялась, я уже даже дома пыталась пить что-то, крутилась, старалась действовать. Понимаете, наши препараты, это СОС, это скорая помощь, это помощь сердцу. Если вы чувствуете тахикардию, открыли 2 капсулы, пососали, сразу сердце успокаивается, или взяли ДНД, на нем не остановилось, есть исследование, что куркума, она очень хорошо помогает снижать сердечный риск. А тут еще куркума в такой биодоступной форме, когда мы жуем, она не попадает в желудок, где разрушается на 70, больше, чем на 70%, что там уже потом попадает в кровь, это уже неизвестно, она сразу, наша продукция попадает в кровеносное русло, если мы используем ДНД, это имбирь, куркума, и B3, витамин молодости, глюкозамин, алоэ, все эти вещества быстро попадают в кровь. Понимаете, какая разница разница того, что есть на рынке и того, что есть у вас, у донорцев. Пошли дальше. Ну, я уже говорила, сейчас очень много ОРЗ. ОРЗ много, и сейчас новая вспышка, нового коронавируса, новой формы, там 35 мутаций, что ли. очень высоко контагиозной, и у нас, самое интересное, еще нет рекомендаций даже в больницах носить маски, но начались, вот вчера я читала, начали в больницах, когда плановая операция, ты должен принести тест на корону. Это вообще удивительно, все равно любая форма, даже легкая форма коронавируса дает осложнение, это в первую очередь голова, это депрессивное состояние, это очень длительный хвост, это поражение дыхательной системы. Я не говорю, что мы, принимая нашу продукцию, не заболеем короной, но, по крайней мере, мы легче выходим из этого состояния. Вот мне сейчас пишут, что мы довольно легко переносим сейчас у меня одна пациентка в Америке пишет, одна дистрибьютор, пишет, что вот у нее корона, но она принимает это, 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 и она более легкой формы. конечно иммунсин, друзья мои, иммунсин должен быть в каждом доме сегодня. Начинается, только начинается, сразу, по чайной ложке три раза в день. Деткам по полчайной ложки я вообще бы давала сейчас три месяца подряд, каждое утро. Даже профилактически это очень нужно, очень полезно. бузина черная доказана, клинически доказана, помогает восстанавливаться во время коронавируса. Это даже, также поицинк. Обязательно добавляем фазу 9. Вот. Обязательно добавляем фазу 9. для того, чтобы не заболеть или пройти в более легкой форме. Естественно, пульмассин, друзья мои. Вот. Я как-то сама тоже, ну, Миша все время даю пульмассин, а сама вот пила, только чтобы у меня не появился кашель и ларингит. Когда заболела, обязательно добавляем пульмассин. По две капсулы даже два раза в день можно. Гонсин, Аксин, Иммунсин, Пульмассин, ДНД и, конечно, чай Гансин. Пьем, друзья, чай Гансин. Поехали дальше. Желудочно-кишечный тракт. Что нам нужно, когда сигналит наша печень? Давайте с печени начнем. В вас проявляется хроническая усталость. Вроде спал-спал, а встал сонный. Раздражительность. Вот, кстати, однажды я так поставила диагноз нашей сотрудницы, она, она говорит, доктор Монна, не пойму, я злая. Я внутри злая. Я просыпаюсь уже злая. Меня раздражает все. Я говорю, ты так и с мужем разведешься, если будешь постоянно злая. Вот признак раздражительности, это недостаточная функция печени. Печень кричит, помоги мне! Хронические боли в суставах и мышцах. Мы сейчас все это сваливаем на коронавирус, эти боли, а это печень. Потливость повышенная, как при климаксе, неприятный запах изо рта, оно может не проявляться, если вы хорошо следите за гигиеной полустерства. Так я ей говорю, слушай, ты стала нервная, как спичка, она говорит, еще хуже. Короче, мы выяснили, сделали анализы крови, АЛТ, АСТ, и показала, что у нее гепатит, гепатит B, уже перешел в хроническую форму, короче, ее, ну, конечно, пролечили, все, нервы успокоились. Что мы делаем для печени? Чай консиль. Пол-литра, это как здрасте, друзья мои, мы должны выпивать день пол-литра. Затем, конечно, вот я назначаю, когда проблемы с печенью, гепатиты хронические, по две капсулы рапсина, две капсулы рапсина, не больше, но постепенно выводим печень на нормальную функцию. И гонсин, вот два препарата. И еще один препарат вам подскажу, клинсин, тоже помогает работе печени. Почему? Печень выводит токсические вещества из организма. А если мы принимаем клинсин, то он тоже выводит токсические вещества, налаживает работу кишечника, и вот корень ревения, который туда входит, очень хорошо помогает функции печени. Ну и, конечно, финики, они и питают клетки печени. Короче, и стимулируем работу ЖКТ, и помогаем печени. Ну, кстати, клинсин хорошо для профилактики язвы желудка и различных воспалительных процессов в желудке. Поехали дальше. С гепатитом разобрались. А, еще сейчас. При гепатите, новый препарат, который я всегда начала рекомендовать, одну-две день в день. И вы поможете и функции печени, и энергии своей, и настроению, и костно-мышечной системе глюкозамин. То есть, и омоложение всех клеток, это В3. То есть, вы должны постоянно себе помогать. Пошли дальше. Хронические боли. Сейчас осень. И началось у меня по письмам. Ревматоидный артрит, ревматоидный артрит. Сделайте передачу про ревматоидный артрит. Короче, я уже просто, ну, я очень бережная, бережно отношусь. Вот все тут пишут, обожаю рапсин. Я очень бережно отношусь к письмам, и всегда отвечаю. Но иногда я думаю, блин, я уже столько раз писала, и снимала, что это рапсин и ревмацин. Когоцитаны и Голокомплекс. Мощнейший противовоспалительный препарат. Мощнейший. Если у вас хронический ревматоидный артрит, даже вне обострения, две капсулы ревмацина каждое утро. После еды. После еды. Ну, я сейчас не буду говорить про крема, который надо, но, в принципе, дегенеративные изменения в костно-мышечной системе после 60 лет поражают до 90% населения Земли. Вот такие статистические данные. Поэтому обязательно, конечно, сейчас мы подошли к такой сложной теме, как принимать БАДы во время агрессивных методов лечения при онкологических заболеваниях. В первую очередь, ну, если вы простыли и заболели, вам всегда назначат антибиотики. Антибиотики назначают при химиотерапии. Фионка болела несколько раз, и ей, чтобы бронхит не перешел в воспаление легких, назначали антибиотики. Но я рекомендую с полной ответственностью. Это можно во время химиотерапии. Аксин, это же мы сделали тогда, клинические испытания во всемирной организации здравоохранения. И они нам разрешили использовать аксин во время агрессивных методов лечения. Ну, принесите баночку аксина своему онкологу и покажите, если вы боитесь, сомневаетесь. Сегодня все кричат, витамины нельзя, это нельзя, то нельзя. Ну, то, что уже делает химия, то аксин точно можно. Ну, другие препараты, например, голсин, в который входят практически все витамины, я бы показала своему онкологу. Это во время агрессивных методов лечения. Когда вы проходите лучевую терапию, химиотерапию, иммунотерапию, только аксин и иммунсин практически можно. А вот когда восстанавливаться надо, это долгий процесс, потому что весь организм химия разрушает полностью. Полностью. В первую очередь день день. Начинаем жевать одну-две до четырех штук в день. Это дает постепенное восстановление костной системы, костно-мышечной системы, нервной системы. Это опять-таки В3. Это дает восстановление сердечно-сосудистой системе. Это куркума и так далее. То есть мы восстанавливаем ДНД практически все системы организма. И самое главное мозг и память. Потом начинаем пить, через месяц после окончания начинаем пить рапсин. Рапсин нужен и для разжижения крови. Кстати, если вам предстоит операция, какая-либо, помните, что рапсин может разжижать кровь. Он же против тромбообразования, поэтому обязательно учтите это. И за неделю до операции прекратите принимать рапсин. Ну, если принимаете, тоже ничего страшного не будет, не будет такого сильного кровотечения, но лучше прекратить. Обязательно продолжаем принимать оксин. Профилактический иммунсин. Вы, наоборот, после химии, вы уже выходите в свет, а вы просто обнажены против всех вирусов и бактерий, потому что вся иммунная система убита химиотерапией. Вот еще раз остановлюсь на ДНД. Это ПАТЭ. Это архибактерия с Дуннелия, синергия. Это глюкозамин, восстановление костной системы. Это куркума, восстановление сердечно-сосудистой системы. Это алоэ, которая является домашней аптечкой, противовоспалительный препарат на все органы и системы. Это Б3, который восстанавливает тканевое дыхание, тканевое дыхание и имбирь, который очень хорошо способствует дыхательной системе восстановления. Вот, когда мы начинаем восстанавливаться, мы практически должны полностью себя восстановить. Мне пытаются дозвониться. И последнее заключение, как бы, для чего еще нужны наши БАДы? Смотрите, мы сегодня коснулись только возможности наших, возможности применения наших препаратов. Только коснулись на кончике ножа. Если вы сомневаетесь, у нас есть вот сап-компании, пишите, я отвечаю. Ну, мне, конечно, в личку пишут, ищут с требованием. Срочно ответьте, доктор Нона. У доктора Нона жизни нет. Количество писем, которые я получаю, отвечаю в последнее время. Это просто мой муж даже сердится на меня, но я не могу не ответить. Я, конечно, если онкология, отвечаю сразу, если у меня что-то важное, отвечаю вечером. Итак, кожа, наша кожа, чтобы она сияла. Друзья мои, ни один крем, ни один крем я не оговорилась, не делает того, что делают БАДы для кожи. Потому что 9 слоев эпидермиса, пока проходит обычный крем, у нас, слава Богу, есть галлокомплекс, который позволяет проникнуть до, собственно, кожи, кровеносных сосудов, донести питательные вещества. В этом отличие наших косметических средств тоже высокая эффективность. Но от морщин, от провисания кожи, от увядания нужно питать кожу изнутри. Весь организм надо питать. А я, я, когда меня спрашивают сейчас, очень, ну, часто меня спрашивают, что вы для кожи делаете? Особенно, когда узнают мой возраст, я говорю, я питаю кожу изнутри. И очень важно для кожи настроение кожи. Настроение. Поэтому, когда мы утром выпили кофе-микс, вы думаете, ой, это только для мозга, для энергии. Нет, друзья мои, это и для кожи тоже. Вы выпили чай-гансин, выводя токсины из организма, помогая работе печени. А вы знаете, что если больная печень, кожа тусклая становится. Ну, кроме окраски желтый цвет холестерина. Поэтому, с желчными пигментами. Поэтому, обязательно, вот то, что я все называла, это все нужно и для кожи. И рапсин, и фаза 9. Мы про щитовидную железу, мы не будем про все органы сегодня говорить, но наш препарат, наши препараты многофункциональны. Вот это запомните. Если, не дай бог, дома нету какого-то препарата, вы можете его спокойно заменить. Сегодня ДНД может заменить оксин, заменить голсин, заменить фазу 9, заменить ремосин, глюкозамин. То есть, практически, взаимозаменяемость продукции, это очень важно. Вот, оксин и ДНД должен быть у каждого дома. Вот, на случай с СОС питаем кожу. В3 омолаживает изнутри. Глюкозамин В3 омолаживает кожу изнутри. Фаза 9 обязательно. Потому что, если снижена функция щитовидной железы, то и кожа увядает быстрее. Это ясно. А еще туда входит В7 фазу 9, витамин биотин. А он отвечает за омоложение клеточек кожи. Что тут еще мы упустили? Ну, естественно, рафсин. Естественно, рафсин. Значит, кофемикс что делает? Он улучшает структуру коллагена и эластина. Кофемикс подтягивает тургор кожи. Коэнзим в Голдсине Q10 тоже для эластичности и тургора кожи. я уже сказала, чайганцин, ДНД и даже шокосин для настроения кожи. И не забывайте свою нервную систему. Это, конечно, Ньюсин и Емсин. Мы коротко пробежали по всем БАДам. Я хочу вам сказать, за 30 лет работы компании, я говорю 30, потому что до этого была еще предварительная работа, можно уже говорить сегодня 34 года этой работе. мы добились высококачественной продукции, конкурентов, которой нет на сегодняшний день. Поэтому пользуйтесь, сияйте, привлекайте, улыбайтесь и будьте здоровы. Была с вами ваша доктор Нона. Я надеюсь, что мы сегодня радостно поработали. Сейчас я уезжаю в отпуск, скоро у нас праздники, еврейский Новый год, я вас тоже с ним поздравляю, две недели меня точно в эфире не будет. Будьте здоровы.